В Тверской области дефицит медицинских специалистов. Потребность в них превышает предложение почти в 30 раз. На 4923 вакансии в этой сфере претендует всего 165 врачей и медсестер. Такие данные были озвучены на недавнем заседании регионального правительства. Между тем, в Тверском медицинском университете каждый год выпускают молодых специалистов. Но куда они идут работать и в каких регионах востребованы? Почему сложилась такая сложная ситуация в Верхневожье? Эти вопросы наша съемочная группа задала ректору вуза Леси Чеченовской. Поступить в один из лучших вузов России Тверской государственный медицинский университет непросто. Необходимо успешно сдать ЕГЭ и пройти вступительные испытания. Требуется хорошая подготовка в течение всех лет обучения в школе. Но, как оказалось, равны условия поступления только на бумаге. И не для всех. Зачастую именно российские, в том числе и тверские абитуриенты, остаются за бортом. А иностранные граждане поступают в вуз без больших усилий. В ходе служебной проверки, которую провела ректор ТГМУ Леся Чеченовская, выяснилось, что подавляющее большинство иностранных студентов, свыше 150 человек ежегодно, принимались в ТГМУ от одной индийской фирмы. Условия для их приемки должны были быть особенными. По крайней мере, так считало руководство компании. Представители фирмы с легкостью обещали, что вместо реального обучения они фактически оплачивают шестилетнюю турпоездку в Россию, по завершении которой им гарантирован диплом престижного университета. Новый ректор с такой позицией категорически не согласилась. Нашим российским студентам очень тяжело поступить в медицинский вуз и получить образование. Иностранным студентам, которые поступают самим, тоже большие усилия прикладывают. А вот эти эксклюзивные фирмы, которые хотят привезти 100 человек, и 100 человек, чтобы были зачислены. Мое мнение как ректора, мое мнение как педагога, что это недопустимо. Эти студенты тоже должны полностью сдавать экзамены и соответствовать тем критериям первокурсника, которые заложены у нас в нашем медицинском российском образовании. Когда мы сказали, что для вас такие же права, как для всех, ну, видимо, этим фирмам не понравилось. Хотя мы открыты сегодня на честных основаниях работать со всеми фирмами. Пусть привозят студентов, мы будем их учить и давать хорошее, качественное образование. Это наш долг. Многие годы вуз фактически осуществлял демпинговый экспорт образовательных услуг, вследствие чего возник дефицит медицинских кадров, рассказывает Чеченовская. По ее информации, рекрутерская компания брала с присылаемых студентов космические суммы, которые измерялись в тысячах долларах в год. Чаще всего всю сумму за шесть лет обучения руководство компании брало сразу авансом, гарантируя получение диплома мед. университета. При этом вуз получал от них только 148 тысяч рублей в год. Это 2400 долларов, как и от российских студентов. А затраты на иностранцев были в несколько раз больше. Ситуация с проживанием иностранцев вообще выходила за рамки разумного. Для студентов из стран с визовым режимом вуз обязан предоставлять общежитие, причем бесплатно. Но и тут фирма «Рекрут» обманывала своих студентов. Суммы, что самое удивительное, колебались от 5 до 7 тысяч за год. Или если это речь шла о взимании платы за все шесть лет обучения, то там вообще колебания были большие от 21 до 32-38 тысяч. Рублей? Долларов? Долларов? Причем со студентов взимали плату, вот нам попала в руки бумага, 720 долларов в год за общежитие, которое вуз им предоставляет бесплатно. А порой доходило до того, что фирма требовала выселить даже российских студентов, чтобы заселить иностранцев. Отдельная проблема – начальная подготовка иностранных студентов. Она с каждым годом становится все ниже. Если теорию они хоть как-то пытались освоить, то с практикой все обстоит гораздо хуже. Об этом рассказывает проректор по лечебной работе ТГМУ. Вообще серьезная проблема взаимодействия иностранца, иностранного студента с нашими отечественными пациентами, которые происходят на клинической базе, то есть во всех больницах нашего города. Когда студент, особенно студент, который плохо знает русский язык, попадает туда, то у него возникает языковой барьер и определенные трудности. Губернатор Тверской области Горуденя выступил с инициативой пересмотреть порядок условий приема иностранных студентов в высшие учебные заведения медицинского профиля. Об этом он заявил на заседании совета при полномочном представителе президентов ЦФО Игоре Щеголеве, где основная тема и была реализация нацпроекта здравоохранения. А неделю назад на заседании правительства Тверской области он подчеркнул. Мы проведем встречи с федеральными руководителями вузов, которые находятся и работают на территории Тверской области. Будем просить их скорректировать, наверное, цифры приема на обучение в пользу студентов нашего региона и в пользу российских студентов. Отметим, что медицинский университет носит почетное звание дружбы народов. Проректор по научно-инновационной работе вспоминает, что годами ранее в ученый совет вуза входило большое количество иностранцев. Сейчас ситуация в корне изменилась, констатирует Роман Черков. Сегодня мы можем констатировать факт редукции участия иностранных студентов, в студенческих научных обществах и в разнообразных международных симпозиумах. И мы, конечно, очень нуждаемся в разнообразных международных интеграциях, в межведомственных интеграциях, чтобы наука наша в регионе процветала, выходила на международные площадки. И действительно, вот этими рецепторами являлись бы иностранные студенты. В завершении интервью Леся Чеченовская подчеркнула, что сегодня для вуза важно гарантировать равные условия поступления для всех иностранных студентов, обратившихся лично, либо через фирму Рекрута. Вуз готов обеспечить выпуск врачей, отвечающих высоким требованиям международных профессиональных стандартов и готовых оказывать качественную медицинскую помощь по всему миру. Однако задача номер один – повышение доступности медицинского образования для тверских абитуриентов. Но и учить иностранных граждан. Никто не отказывается. Просто поступление для каждого абитуриента должно быть равноправным.